Будет урожай или нет, каждый год в зоне рискованного земледелия вопрос открытый. Это холодное и суровое лето сыграло сельхозпроизводителями злую шутку. Сезон сдвинулся примерно на месяц. И если сурепица в прошлом году была в этот период времени примерно метр двадцать, то сейчас она ровно в два раза ниже. Погодные сюрпризы начались с весны, не закончились до сих пор. Засеянные поля выглядят примерно так. Где-то культуры взошли, где-то нет из-за подтоплений. Урожай, конечно, будет, но не тот, на который рассчитывали. В это время зимы уже как бы подходили, была восковая спелость, а в этом году молочное начало восковое. Растения стоят зеленые, овцы только начинают выпускать метелку. Это задержит, задержит вегетацию. Александр Бабуров возглавляет сельхозпредприятие «Нель» Шатейковского района не один год. Уверен, хочешь получать урожай в нашем крае, будь готов к экстремальным погодам. Но дожди этого лета удивили даже его. В полях, за хозяйством закреплено больше тысячи гектаров пашни, регулярно вязнет техника. Один трактор все время был дежурный, который в случае чего подвытащить, где можно. Но главная стратегия – просто уезжали с этого участка куда-то в другое место и убирали там, где можно. Подкормить озимые не удалось. Машины в поле не проехали. В прошлом году в это время закончили закидывать силосную массу. В этом году до середины июня даже не могли завершить посевную. От влаги страдают зерновые. Сезон сдвинулся, а значит, собирать урожай придется, скорее всего, во второй половине сентября. Что тоже связано с рисками. Сложность с заготовкой кормов, которые с трудом идут на сегодняшний день из-за того, что сильно переуложены поля. И техника просто тонет. Вот эти дожди. Но я надеюсь, что мы до конца сезона все равно заготовим нужное нам количество кормов. Обильное количество дождей хорошо сказалось только на траве. Она выросла высокая и сочная. Сразу возникла другая проблема – сено заготовить нельзя, не успевает просохнуть. И сложности такие по всему району. Скошено примерно 25% от общих площадей. Сенажа заготовлено порядка 40%, силоса где-то 45%. В тоннах силос 147,5 тысяч тонн, сенаж 12,5 тысяч тонн. Сена совсем мало. Сена около 3000 тонн. Это всего-навсего 8% от плана. Чтобы прокормить поголовье сельхозпредприятия Нельша, а в нем полтысячи голов, нужно 500 тонн сена. Спрогнозировать, удастся ли его заготовить или придется докупать, пока сложно. Если в зимнее время это силоса, около 40 килограмм, килограмм 5 сена, концентратов мы не увлекаемся, бережем в здоровье коров. Но так они могут съедать до 7-8 килограмм. И при этом получают надой более 6 тысяч. Мы пока вышли на 5300 с небольшим хвостиком. Работаем над другими технологиями, в том числе плющеное зерно, которое не вредно так для организма коровы. Самые популярные ресурсы для сельхозпроизводителей сейчас те, на которых публикуют данные о температуре и осадках. Насколько в процентах урожай будет ниже запланированного, сказать сложно. Но прогноз, как и погодный, неутешительный. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Тейковский район.